Привет, я Женя, а это обычная реклама телевизоров в американском магазине электроники. Шутку устроила компания Paramount Pictures в преддверии выхода нового ужастика «Звонки». Хотите узнать, как еще пиарят свои фильмы создатели, в том числе при помощи виртуальной реальности? Тогда оставайтесь со мной, и я вам покажу. Обещаю, пугать не буду. Сегодня в выпуске. Оскар за виртуальный мультфильм. Выставка дополненной реальности. Новый виртуальный рекорд, а также самая бесшумная барабанная установка и самый богатенький виртуальный шутер. Раз уж мы начали с рекламы новых фильмов, вот вам новость про ожидаемый всеми любителями комиксов сериал «Легион». Это многосерийка про персонажа Marvel, который страдает шизофренией. Так вот, Marvel Entertainment в преддверии начала сезона сделала своему сериалу промо с элементами дополненной реальности. Marvel Entertainment и канал FX не поленились и сделали огромные растяжки плаката с рекламой сериала в Нью-Йорке. Но не обычные, а со специальным кодом внутри. Поэтому, когда наводишь на них смартфон, плакат оживает и показывает трейлер и инфу о фильме. Кто не в курсе, «Легион» — это сериал про сына профессора Ксавье, который долгое время думает, что страдает шизофренией. В ходе лечения он понимает, что симптомы, которые мучают его, не наказание, а дар, и он суперчеловек. Ну, так обычно всегда бывает у пациентов. Выходит сериал 9 февраля 2017 года. Возможно, к этому времени создатели не раз порадуют поклонников различными виртуальными промо и видео 360. Ну, а пока одни делают первые шаги в сторону виртуальной и дополненной реальности, другие за свои достижения в этой области уже получают Оскар. Детище студии Google номинировано на престижную статуэтку. Поборется за Оскар в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» — мультик в формате 360 «Жемчужина». Его создатель Патрик Осборн в 2014 году уже удостоился престижной премии за мультфильм «Меню», когда работал на Walt Disney Animation Studios. Свой новый проект «Жемчужину» Осборн создал в рамках Google Spotlight Stories. В мультфильме рассказывается о девочке, которую воспитывает отец-музыкант. Действия в основном разворачиваются в машине, на которой они путешествуют. Мультфильм в формате 360 можно посмотреть при помощи любых виртуальных очков или шлема виртуальной реальности через браузер на канале YouTube благодаря функции панорамного видео. Видимо, на Оскар рассчитывает российский телеканал «Дважды два». Он стал первым среди отечественных, который запустил анонс мультика в режиме 360. Честь выпала подозрительной сове. Панорамный анонс был создан в собственной студии аниматоров телеканала. Теперь каждый желающий может стать участником событий мультфильма, просто надев любые виртуальные очки. Ну а те, у кого еще нет специальной гарнитуры, могут посмотреть мультфильм через браузер на YouTube-канале, выбирая интересующий угол обзора мышкой. Кто не в курсе, подозрительная сова – это мультпро птичку детектива, которая, как Коломбо, точно знает, кто он накуролесил. Теперь сова получила пальму первенства среди российских мультфильмов, которые адаптированы под формат 360, еще и на телеканале. Если вы чувствуете, что тоже можете делать такие мультфильмы, то не откладывайте желание в долгий ящик. Тем более появился 3D-редактор для виртуальной реальности, в котором можно и анимацию делать, и просто красивые модельки. Компания из Лондона Gravity Sketch создала приложение для 3D-моделирования в виртуальной реальности. Оно позволяет пользователю рисовать сразу в трех измерениях. Причем делать это можно не на специальных программах для компьютера, а прямо в виртуальной реальности. Это будет особенно полезно для дизайнеров, архитекторов, а также для тех, кто создает различные модели для демонстрации. Ведь легче сразу показать клиенту то, что он хочет, чем долго объяснять. В отличие от Tealbrush, приложение лондонских разработчиков позволит экспортировать модели на 3D-печать. Сейчас его еще дорабатывают и готовят к релизу. Когда программа появится в полной версии, она будет стоить 45 фунтов. Либо 25, если зарезервировать ее на Kickstarter. Для тех, кто умеет рисовать, освоить такую программу, думаю, будет не очень трудно. Вообще, новые приложения виртуальной и дополненной реальности начали задавать тренды, особенно в искусстве. Так становятся популярными выставки интерактивной живописи. Если раньше в музеях бабушки-смотрительницы гоняли тех, кто ходит по залам со спартфонами, то теперь наоборот, без гаджета в некоторых галереях делать нечего. Так, питерский художник Алексей Андреев рисует картины, которые в буквальном смысле оживают, если на них навести камеру смартфона. На полотна нанесен специальный код, который считывается благодаря приложению Separate Reality. Когда посетитель выставки наводит свой гаджет на произведение искусства, оно превращается в настоящий мультик. Пока Алексей является российским первопроходцем данного стиля живописи. Но, скорее всего, совсем скоро у него появится масса конкурентов. Прикоснуться к прекрасному решил и бренд Nike. Специально для своих клиентов создал стенд дополненной реальности, в котором можно менять дизайн кроссовок. Технологию придумала французская компания Smart Pixels. Поэтому пока поиграть со стилями любимых кроссов могут только посетители парижского бутика. На стенде стоит белый кроссовок и легким движением руки он начинает менять окрас и стиль. Пока цветов и дизайнов не очень много, но в будущем их количество увеличится. Если такая опция понравится клиентам, то стенды дополненной реальности станут обычным делом и в других магазинах Nike. Возможно, даже в России. Дизайн, искусство, фильмы и выставки – это, конечно, хорошо, но виртуальная реальность только этим не ограничивается. И следующая новость тому яркое подтверждение. Обычный парень купил себе HTC Vive и создал барабанную установку своей мечты. Как известно, барабаны – дело шумное, а если вы еще и играете на них не очень, то окружающим лучше взять билет и уехать куда подальше. Музыкант-любитель Эмре Тенигран долго думал, как сделать репетиции менее враждебными для соседей и нашел выход. Создал приложение Paradiddle и теперь лобает по тарелкам днями напролет. Результат своего виртуального творчества парень выкладывает в сеть. Эмре даже подумывает пустить свое приложение в общий доступ, осталось только немного его доделать. Если он вас слишком вдохновил и сил ждать нет, то скачайте DramKit VR. Она стоит 129 рублей и уже доступна на Steam. А если барабаны не ваши, зато спорт еще как, то вот вам следующий герой – муза для вдохновения. Британец сам сделал себе виртуальный симулятор велосипеда и проехал на нем всю страну. Так что еще один виртуальный рекорд Гиннеса установили. Аарон Пьюзи начал свой виртуальный путь по стране еще в мае 2016 года. Он использовал старый велотренажер, очки Gear VR и смартфон. Из всех этих устройств британец собрал велосимулятор, который благодаря Google Maps отслеживает, какое расстояние намотал педалями Аарон и виртуально перемещает его по карте. Таким образом, Пьюзи проехал 1500 километров. Он находился в пути 85 часов и перемещался со скоростью 17 километров в час. Путешествие британец растянул на несколько месяцев, так как признается, что очень ленив и был готов делать упражнения не больше получаса в день. Зато за это время Пьюзи заметно похудел, а еще и вошел в историю как первый в мире человек, проехавший всю Британию на виртуальном велосипеде. Теперь Аарон подумывает совершить путешествие и по другим странам. Ну и по традиции наш выпуск новостей, конечно же, не обойдется без какой-нибудь новенькой виртуальной игры. Но сначала расскажу о старенькой. Зомби-шутер Arizona Sunshine заработала почти полтора миллиона долларов в первый месяц релиза. И таким образом стала одной из самых быстро окупаемых виртуальных игр. Если вы хотите поиграть в нее, приходите к нам в клуб и попробуйте. Тем более, есть повод. Arizona назвали не только самый успешный, а еще и статус присвоили. Игра 2016 года. Так что выбор вас не разочарует точно. Новым играм теперь придется поднимать планку. Вот, например, новинки от японской студии Setbox, которая выпустила своего рода пародию на Fruit Ninja. Называется она Samurai Sword VR и понравится тем, кто давно хотел порубить все катаной. Если в игре Fruit Ninja вам предлагают сделать салат из фруктов, то в новой Samurai Sword VR разрушать придется предметы японской культуры. Бамбук, маски, вазы и даже рыбу. Samurai Sword VR предлагает 7 локаций. Древний японский город, поле сакуры, бамбуковый лес и другие красивые места. В конце игры ожидает битва с боссом в японском замке. Доступная игра будет уже 31 января и в качестве антистресса вполне себе сгодится. Это были все новости на сегодня. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и на нашу страничку ВКонтакте. А еще рекомендую вам подписаться на страничку наших друзей, группу iTesla, в которой вы тоже узнаете разные интересности из мира науки и технологий. Будьте в тренде и в хорошем настроении. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok